МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. И всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главное, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Белорусско-китайское партнерство в Гомеле торжественно открылось ТЭЦ-1. Главная задача депутата – помогать людям. Как работают на местах народные избранники в Кармянском районе, узнали наши корреспонденты. Моёй Краине. Галоконцерт масштабной общественно-патриотической акции состоялся в областном центре. Какой была неделя из жизни региона, расскажем в ближайшие 26 минут. В субботу в Гомеле торжественно открыта после реконструкции ТЭЦ-1. Строительство объекта было начато в октябре 2015-го, а завершилось в июле этого года. Проект реализован совместно с Китайской машиностроительной инжиниринговой корпорацией. Именно она осуществляла разработку проектной документации, поставку оборудования и выполнение всего комплекса строительно-монтажных и наладочных работ. Дмитрий Котов продолжит. Реализация данного проекта на Гомельской ТЭЦ-1 осуществлялась на протяжении почти двух лет. Старт был дан в октябре 2015-го. Средства на строительство выделены Международным банком реконструкции и развития. Разработкой проектной документации, поставкой оборудования и выполнением всего комплекса работ занималась Китайская машиностроительная инжиниринговая корпорация. К слову, для специалистов компании подобный крупный объект не первый в Беларуси. В сфере энергетики Республики Беларуси мы уже успешно построили три объекта. Это ПГУ 400 мегаватт на Лукомский грязь, ПГУ 400 мегаватт на Белорусский грязь и 110 кВт на 10 кВт технопарк под станцией в Китайской Белорусской индустрии парке. Эта электростанция не такая же масштабная, как ПГУ 400 мегаватт на Лукомский грязь и Белорусский грязь. Но это самые сложные объекты, которые наша компания построила у Белоруссии. На Гомельской ТЭЦ-1 установлено современное оборудование, лучшие образцы из Сингапура, Японии, Китая и Германии. На его приобретение было затрачено более 38 миллионов долларов. Внедрена высокотехнологичная парогазовая технология, установлена газовая турбина, паровой турбоагрегат и котел-утилизатор номинальной паропроизводительности 40 тонн в час. Всего же вместе с монтажными и другими видами работ потребовалось 46,5 миллионов долларов. Мощность станции увеличилась с 6 до 37,3 мегаватт, что главное реконструкция позволила повысить бесперебойность и надежность теплоснабжения в Гомеле, а также получить общесистемный эффект экономии топлива. Новое оборудование значительно облегчит и работу специалистов. Внедрение современных технологий позволило обеспечить надежность работы станции, управление дистанционным оборудованием, что опять-таки обеспечивает более высокую надежность и быстродействие в работе выхода на номинальные параметры станции, набор нагрузок и в случае каких-то быстрых наборов нагрузок выход на тепловой режим можем обеспечить в короткие сроки. Это даст очень большой толчок для города. Дело в том, что та реконструкция, которая выполнена, позволяет развиваться жилищному сектору в городе Гомеле. Данная станция сегодня обеспечивает теплоснабжение частично Белецкого, Центрального и Советского районов. Кроме этого, затраты, которые до этого были на выпуск продукции, они после модернизации, благодаря китайской работе, значительно снизились. Установленное оборудование под технико-экономическим показателем соответствует современному уровню, а предложенные технологии мировой тенденции повышения эффективности производства тепловой и электрической энергии за счет комбинированного использования природного газа. Комбинированная выработка энергии, энергии, значит, когда вырабатывается и тепловая энергия, и электрическая энергия, это самый дешевый вид комбинированного выработка. То есть я решаю проблему, вот в данном случае, вот здесь развивается бурный наш вот этот вот район, многоэтажная застройка в Новобережском районе и на левом, на правом берегу Сажа и так далее. Поэтому, значит, надо решать проблему подачи горячей воды и теплоснабжения этих микрорайонов. С другой стороны, естественно, при такой комбинированной выработке дешевый, киловатт-час и так далее. Причем от дистанции совершенно с другой уже как бы экономикой. Такая комбинированная выработка, она всегда показывает свою эффективность. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», новости недели. Галоконцерт с участием ведущих исполнителей «Гомельщины», экологическая акция, спортивные соревнования и эстафеты, работа интерактивных площадок. Все это – моё экране. В «Гомеле» масштабно подвели итоги одноименной общественно-патриотической акции. На мероприятии побывала наша съемочная группа. «Двигайся, делай, развивайся, радуй» – под таким девизом в течение года на «Гомельщине» проходила областная общественно-патриотическая акция «Моёй краине». Она побывала во всех районных центрах региона. В каждом городе была своя программа, но единая задача – привлечь население и в первую очередь молодежь к реализации добрых дел. Яркая финальная точка акции «Моёй краине» была поставлена в «Гомеле». Гостям праздника здесь предложили целый ряд интересных мероприятий. Направление своей деятельности демонстрировали многочисленные общественные объединения Гомельской области. Белорусский республиканский союз молодежи, например, предложил выставки интеллектуального и художественного творчества, а также пригласил присутствующих на масштабный танцевальный флэш-моб. Пионеры «Гомельщины» дарили гостям красивые открытки с живописными уголками областного центра. Республиканское общественное объединение «Белая Русь» организовало увлекательные образовательные викторины для подрастающего поколения. А волонтеры Белорусского общества «Красного креста» обучали присутствующих навыкам оказания первой медицинской помощи. Хорошее дело на празднике нашлось для каждого. Цель акции – поднять авторитет молодежных организаций для того, чтобы они показали, чем они сегодня занимаются, что они делают, цели их задачи. Потому что, понимаете, общественные институты, которые сегодня есть, это, как говорят, народная дипломатия, она всегда на сегодняшний день лучше, всегда проще договориться, всегда проще помочь друг другу через общественные организации. Поэтому вот это вот милосердие, доброта и так далее, опять-таки, это цель нашей акции. Еще одно хорошее дело в рамках финала акции «Моёй краине» в Гомеле имело экологическое направление. Здесь высадили 21 молодой саженец рябины по числу районов Гомельщины. Эта аллея заложена как символ мира и процветания нашего региона и в целом Беларуси. К слову, подобная зеленая зона сейчас украшают город Хойники, где в свое время был дан старт акции «Моёй краине». Там был просто пустырь, поэтому решили, усилиями всех организаций, учреждений, всех людей, которые пожелали принять участие, и мы там сделали зону отдыха с аллеями. И детская площадка, естественно, там есть. Немножко было уже установлено. И плюс то, что нам привезли именно в апреле месяце, когда стартовала акция «Моёй краине» в Хойникском районе. Праздничный галоконцерт на площадке у Ледового дворца открыл парад гербов всех районов нашей области. Это было действительно захватывающее действо. Затем началась музыкальная программа с участием ведущих исполнителей «Гомеля» и «Региона». Между тем, внес свою лепту в областную акцию «Моёй краине» и творческий коллектив телерадиокомпании «Гомель». Сотрудники телеканала «Беларусь-4» и радиостанции «Гомель-ФМ» пригласили собравшихся на уличный спортивный фестиваль, направленный на пропаганду здорового образа жизни. Сейчас очень много различных конструктивных молодежных движений. Мы позвали сюда ребят, воркаутеры, бимикс-танцоры. То есть те, кто занимается чем-то, занимаются этим самостоятельно. Они смогли организоваться сами, они смогли организовать себя и людей вокруг себя объединить. И мне кажется, это очень созвучно тем идеям, которые несет с собой акция «Моёй Украине». Культурно-развлекательная программа, предложенная коллективом телерадиокомпании «Гомель», подарила гостям праздника не только захватывающий дух спортивные элементы, но и яркие танцевальные номера, а также зажигательные хиты в исполнении топового диджея нашей страны – диджея Денисова. Эмоций и впечатлений хватило всем. Команда телерадиокомпании «Гомель», радио «Гомель-ФМ» проехали практически по всем городам Гомельской области. С представлением этой акции везде был, безусловно, аншлаг, успех. Ну и вот сегодня, сегодня финал. Постараемся зарядить позитивом и рассказать, насколько мы веселые, активные, спортивные и позитивные. Вот как-то так. Областная общественно-патриотическая акция «Моёй Украине» в этом году завершилась, но она обязательно найдет свое продолжение. Ведь в нашем регионе много людей, которые стремятся совершать светлые поступки, чтобы вдохновлять и других на добрые дела. Вероника Ворошилина, Александр Харлампов, телерадиокомпания «Гомель». Специально для «Новостей недели». На неделе в Кармянском районе собрались депутаты ряда сельских, районного и областного советов, а также национального собрания Республики Беларусь. Здесь прошел день депутата, в рамках которого состоялись встречи с местным населением. Какие просьбы высказывали жители деревенья и что им пообещали депутаты, знают наши корреспонденты. Нынешний день депутатов в Кармянском районе в этом году десятый, а поэтому соответствующая практика и опыт наработаны. На этот раз депутаты разделились на четыре группы, что позволит встретиться с большим количеством местных жителей. Мониторинг волнующих их проблем в районе ведется постоянно, и день депутата в этом смысле продолжение целенаправленной работы. Уже в текущем году на территории района у нас прошло 9 дней депутата. Поступило 54 вопроса, 44 из них уже поставлены на контроль. Совместно с районным исполнительным комитетом мы провели прием граждан в форме «Живой диалог». Поступило 65 вопросов и 49 были поставлены на контроль. Коротиковский сельский совет в Кармянском районе – один из самых больших. 9 населенных пунктов и более 1 тысячи жителей. Вопросы, с которыми люди обращаются к представителям власти, самые разные. От улучшения состояния дорог до возобновления работы отделения одного из банков. Среди последних – просьба о показании помощи людям, которые пострадали в результате некачественного ремонта жилого дома. Вот здесь в агрогородке Коротике делался капитальный ремонт крыши на двухэтажном доме. Но из-за безлаберности определенных работников получилось так, что открыли под дождь. И людей на втором этаже затопило квартиры. Как бы решили, мы все это в принципе очень даже в пользу людей. За счет виновных сделан полностью ремонт в этих квартирах. Люди очень благодарны. На этот раз с жителями Коротиковского сельского совета встречается член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Галина Трибунах. Пожалуй, самый злободневный вопрос, который волнует сразу нескольких посетителей – вывоз бытового строительного и растительного мусора. Для его доставки на единственный в районе полигон необходимо заплатить, пусть и сравнительно небольшую, но для многих сельчан совсем не лишнюю сумму. Как результат, мусор вывозится в леса и на поля с учетом того, что это проблема ни одного кармянского района, а решать ее необходимо оперативно. Будут появляться несанкционированные свалки. Это будет на полях, это будет в лесу. Но, однако, проконтролировать, отследить каждого человека, ну, просто невозможно. Вот пока они научатся и поймут, что где-то, может быть, кого-то наказан будет кто-то за то, что сделал несанкционированную свалку, вывез мусор. Если такого человека, ну, поймаешь на лицо, что вот он привез его, ну, выгрузил, и здесь же его поймали. Ну, пойдут разговоры о том, что это все наказуемо, тогда, конечно, поменяется мнение у людей о том, куда же все-таки нужно девать этот мусор. А пока проблемы будут. Приемы в сельских советах и встречи в трудовых коллективах. Года три назад в деревне Богдановичи открыли новую молочную ферму, что позволило трудоустроить практически все местное трудоспособное население. Здесь разговор главным образом о защите интересов работников. На этот раз в проведении Дня депутата участвуют представители ряда общественных организаций, включая профсоюзы. Недавно федерация заключила соглашение о сотрудничестве с прокуратурой республики, что значительно расширяет спектр ее возможностей. В свою очередь сельчане озвучивают просьбу об открытии в Богдановичах детской площадки. Когда-то в деревне проживало около 600 человек, сегодня осталось менее 100. Однако населенный пункт все еще жив, и в нем рождаются дети. Городок для них будет построен, однако с одним условием – посильную помощь окажут и сами местные жители. В деревне Сапашки сегодня проживают всего 5 человек, однако просьбы к депутатам есть и здесь. Кто-то просит оказать содействие в приобретении недорогого штакитника для забора, кто-то – расчистить подъездные пути к огородам. Проблем с наличием свободных участков здесь нет, а поэтому и огороды немаленькие. Во время подведения итогов Дня депутата все озвученные проблемы называются «Еще раз». На некоторые вопросы данные разъяснения на месте, все остальные вопросы берутся на контроль. Хотя работа с населением на этом не заканчивается, приемы граждан в районам и сельских советах будут продолжаться, причем проводить их будут депутаты всех уровней. Ведется предварительная запись, вопросы прорабатываются, и я приглашаю тех ответственных лиц, которые должны решить тот или иной вопрос. И таким образом прямо на приеме вопросы решаются. То есть, конечно, когда требуется дополнительное финансирование, этот вопрос может сразу не решиться. Но если это связано с выполнением должностных обязанностей, налаживанием взаимодействия между государственными органами и гражданами, то вопрос решается довольно быстро. Олег Сентюрова, Анна Ковалева, Игорь Марищенко, телерадио, компания «Гомель», новости недели, Карменский район. 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов завершился в Сочи. Форум объединил около 20 тысяч участников из более чем 150 стран. Беларусь представляла одна из самых многочисленных делегаций – более 300 человек. Из них 20 делегатов – жители Гомельской области. К слову, всю эту неделю зрители «Беларусь-4» получали видеоприветы из фестивального Сочи. Итоги же поездки на масштабный форум подведем позже. А сейчас расскажем о значимых событиях уходящей недели. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал ряд новых указов. Так, согласно указу номер 364, ремесленники теперь смогут продавать изделия в мастерских, доставлять и пересылать товары покупателям, а также рекламировать свою продукцию. Еще один документ, подписанный президентом, расширяет возможности для оказания услуг в сфере агроэкотуризма. Указ номер 365 предусматривает устранение административных барьеров. Он закрепляет право жителей сельской местности, имеющих земельные участки, предоставленные для строительства и обслуживания жилого фонда, заниматься агроэкотуризмом без изменения целевого назначения этих участков. Среди инноваций, направленных на стимулирование деловой инициативы, указ номер 376. Он предусматривает отход от системы плановых проверок и усиление профилактической работы контролеров. Проверять то или иное предприятие инспекторы будут выборочно, только при наличии комплекса оснований. Перечень госорганов, которые будут проводить проверки, сокращен. В Гомеле прошел республиканский форум «Скарына и наш час», посвященный 500-летию белорусского книгопечатания. Ученые из Беларуси, России, Украины и Польши приехали в областной центр, чтобы обсудить вопросы, связанные с жизнью и деятельностью белорусского первопечатника. Развитие материально-технической базы, спортивных объектов региона и развитие туризма. Эти и другие вопросы обсудили участники выездной коллегии Управления спорта и туризма Гомельского облсполкома. Среди главных направлений работы для улучшения спортивной базы – это привлечение внебюджетных средств и развитие платных услуг. В областном управлении спорта и туризма отмечают, что при наличии современной материально-технической базы можно говорить и о развитии спортивного туризма. Особенно, если учреждения будут работать в кооперации с санаториями и базами отдыха. Именно они принимают почти половину туристов, посещающих Гомельскую область. В Гомеле продолжается кампания по массовой вакцинации от гриппа. Она завершится 1 декабря. К этому времени необходимо привить 40% от общего числа жителей областного центра. К слову, пройти вакцинацию может любой желающий в любой поликлинике города с 8 до 20 часов. Процедурные кабинеты работают и в субботу. Бесплатно эта процедура доступна людям из групп высокого риска заражения, детям, пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями. Те, кто не попадает в эту категорию, могут привиться на платной основе. Стоимость прививки от 8 до 14 рублей. Газета «Сушка» Гомельского государственного технического университета имени Сухого отметила свое 20-летие. Жизнь вуза, научные новости, фоторепортажи, анонсы главных мероприятий и многое другое. На 16 полосах самое яркое и интересное. За 20 лет газета не раз была признана лучшим изданием в своем роде. Причем в масштабах всей страны. С момента основания к выпуску газеты приложили руку более тысячи студентов. Сегодня же наработанный за 20 лет имидж поддерживают два редактора и 10 человек – фотографов и корреспондентов. Телерадиокомпания «Гомель» продолжает съемки цикла программ «Человек-года». Уже в ближайшую среду в эфире телеканала «Беларусь-4» очередной выпуск. На этот раз телезрителям предстоит познакомиться с обладателем премии Гомельского облсполкома «Человек-года», который одержал победу в номинации «Человек на земле». Речь пойдет о директоре коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Совхоз-комбинат Заря» Олеге Слинько. О человеке, который прошел трудовой путь от зоотехника до директора – материал Светланы Князевой. Директором совхоза комбината «Заря» Олег Слинько работает на протяжении последних 8 лет. Хотя его трудовой путь начался здесь еще на «Заре» за рождение предприятия. В 1997 году, сразу же после окончания сельскохозяйственной академии в Горках, его приняли на должность зоотехником. Олег Слинько был первым молодым специалистом, которого взяли на предприятие. Я уже не раз говорю, что повезло именно, что я попал таким хорошим учителям. Это Владимир Андреевич, как руководитель. Непосредственно на участке, начальником участка у меня была Татьяна Николаевна Самбук, которая сегодня главный зоотехник нашего предприятия. То есть они вот именно научили меня этим зам сельского хозяйства. Судя по темпам карьерного роста, молодой специалист Олег Слинько оказался весьма способным и трудолюбивым. Уже через полтора года он становится заместителем начальника репродукторного цеха на свинокомплексе, а еще через полтора – его начальником. Именно на этом немалом участке, где в подчинение было порядка 100 человек, Олег Слинько проработал 10 лет. Затем буквально полгода управлял отделением номер 2 в агрогородке Рудня. И в октябре 2009 года Олег Михайлович Слинько становится директором совхозкомбината «Заря». Хозяйство досталось довольно такое, ну, в назначимых ролях. Довольно такие солидные показатели были и в производственном плане, и в экономическом. Поэтому, когда меня назначили, то первое у меня такое было чувство хотя бы сохранить, не упустить те позиции, которые были. Олег Слинько признается, было сложно, но трудовая школа, которую он прошел, и хорошие учителя помогли понять, что необходимо не только сохранить, но и в разы приумножить то, что создавалось с таким усердием. Совхозкомбината «Заря» сегодня – это 10 тысяч сельскохозяйственных угодий, 54 тысячи голов свиней, свыше 6 тысяч голов крупного рогатого скота, 400 тысяч птиц, переработка мясной и молочной продукции, 28 магазинов фирменной торговли. Сила «Заря» в разноплановости хозяйства, то есть у нас есть и свиньи, есть крупный рогатый скот, есть птица, растеневодство есть. Если даже есть небольшой сбой в одной из отраслей, то за счет второй отрасли мы проходим этот тяжелый период и движемся вперед. Подробнее о руководителе, который внес свой вклад в развитие одного из лучших предприятий Гомельщины, совхоза комбината «Заря» и его дальнейших планах смотрите в программе «Человек года» в среду, 25 октября, в 20.20 на телеканале «Беларусь-4». Светлана Князева, Сергей Лукашук, Новости недели. А теперь о наиболее значимых культурных событиях. Уходящая неделя запомнилась рядом ярких выступлений. В картинной галерее Гаврила Ващенко состоялся концерт камерного хора областной филармонии «Я помню лунную рапсодию». Посетители смогли насладиться классическими произведениями в исполнении талантливого коллектива под руководством заслуженного деятеля культуры Республики Беларусь главного дирижера Елены Соколовой. А в стенах Государственного колледжа искусств имени Соколовского тем временем выступил знаменитый джазовый пианист-импровизатор, народный артист России Даниил Крамер. Концерт этого выдающегося музыканта состоялся при поддержке Российского центра науки и культуры в Гомеле. Более подробно об этом и не только расскажет наш культурный обозреватель Вероника Варашилина. Картинная галерея Гавриила Ващенко стремится постоянно радовать своих посетителей оригинальными выставочными проектами. Сейчас здесь представлены куклы, игрушки и игры времен СССР. Экспозиционное пространство более взрослому поколению позволит перенестись в свое детство, а подрастающим узнать, с чем и как в свое время играли их родные и близкие. Выставка «Здравствуй, родинка» проходит в рамках ретро-проекта «Детство в наследство». На ней можно увидеть как редкие, так и широко тиражированные игрушки советской эпохи из коллекции Елены и Олега Карпицких. У каждого экспоната своя интересная история. Что примечательно, выставка имеет интерактивный характер. Фактически все представленные на ней предметы можно трогать руками. Также здесь есть зоны для игр, рисования и фотографирования. А в башне Дворца Румянцев и Паскевича тем временем открылась выставка «Революции в истории человечества». На ней представлены уникальные издания из фондов Гомельской областной библиотеки. Экспозиция посвящена столетию Октябрьской революции. На выставке можно встретить редкие работы известных деятелей, которые вершили революции или были их свидетелями. Также здесь представлен ряд исследований, посвященных революциям, которые произошли в разных странах в разные эпохи. Выставку составляют более 150 произведений, большая часть из которых – настоящие жемчужины книжного искусства, миниатюрные издания. В картинной галерее Гаврила Ващенко состоялся концерт камерного хора областной филармонии «Я помню лунную рапсодию». В исполнении талантливого коллектива под руководством заслуженного деятеля культуры Республики Беларусь, главного дирижера Елены Соколовой, слушатели смогли ощутить всю глубину и притягательность представленной музыкальной программы. Гости вечера окунулись в незабываемый мир глубоких классических и ярких джазовых музыкальных произведений, шедевров русских и зарубежных композиторов, которые создают атмосферу возвышенности и обогащают духовно. А в Государственном колледже искусств имени Соколовского выступил знаменитый пианист, народный артист России Даниил Крамер. Концерт прошел при поддержке Российского центра науки и культуры в Гомеле. Даниил Крамер – талантливый педагог, телеведущий, общественный деятель, композитор и аранжировщик. Он широко известен во многих странах мира как пианист-импровизатор, который в совершенстве овладел не только языком музыки, но и всеми его диалектами. За скорость исполнительского мастерства Даниил Крамер занесен в Русскую книгу рекордов Гиннеса. В Гомеле его концерт «Игры в джаз» прошел при участии талантливого российского контрабасиста Сергея Васильева. Следующая неделя обещает быть не менее яркой. Артисты областной филармонии готовят творческий подарок для любителей качественной музыки. 26 октября на сцене Гомельского общественно-культурного центра состоится концерт под названием «Я верю». В сопровождении эстрадно-симфонического оркестра имени Юрия Василевского со своей сольной программой выступит Александр Пономаренко. Яркий тембр, музыкальная палитра от классики до рока и изысканная манера исполнения делают его выступления действительно неординарными. Вместе с Александром Пономаренко на сцену выйдут другие известные солисты областной филармонии, лауреаты международных и республиканских конкурсов, а также специально приглашенные гости. Концерт пройдет в рамках масштабного творческого проекта Гомельской областной филармонии «Виват-оркестр». А тем временем во Дворце культуры Металлурга в Жлобине на следующей неделе будут звучать произведения известного эстрадного и оперного певца Муслима Магомаева. Здесь состоится вечер памяти выдающегося артиста. Гостей соберет музыкальная программа «Ты моя мелодия». Самыми интересными событиями из мира культуры воззнакомили Вероника Ворошилина и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». Это были итоги минувших семи дней. На будущей неделе мы продолжим следить за происходящим, чтобы рассказать главное. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова